Центр знаний и творчества Шабыт открыли в Кокшитау в марте этого года. Главной особенностью центра являются бесплатные кружки для особенных детей. На сегодня в центре функционируют 4 кружка, где занимаются более 30 детей. Сегодня мы вам покажем, как проходят занятия с особенными детьми. Всего центр посещают порядка 230 детей, при этом большинство из них ходят бесплатно по государственному образовательному заказу. Площадь центра составляет 115 квадратных метров, насчитывается 3 зала, 1 зал для хореографических занятий и 2 кабинета. Мы начали функционировать в марте этого года, официально мы открылись. До этого мы подали документы, после открытия мы подали документы наши на конкурс, на то, чтобы получить государственный заказ. К нашему счастью мы прошли, и дети получили огромную колоссальную возможность обучаться бесплатно. У нас несколько направлений, это хореография, вокальный ансамбль, это живопись, это вид тоже изобразительного искусства, называется графика, очень интересный кружок у нас есть. Также у нас функционируют инструментальные кружки, как дом-бра и гитара. К тому же, особенность нашего центра, это, наверное, то, что мы обучаем особенных наших деток. Это детки с особыми образовательными потребностями. По четырем направлениям они к нам ходят в центр, это эстрадный вокал, это живопись, рисование, творческая мастерская и дом-бра. Пока центр посещает 31 ребенок с особыми образовательными потребностями, дети занимаются здесь большим удовольствием. Например, на кружке живописи используют различные техники, такие как ниткография, рисование солью, печатание фруктами. Вокальный кружок посещают три раза в неделю. Чтобы добиться стабильного результата, в занятиях важна систематичность. На кружки ребенок может ходить с 3 до 18 лет, но по направлению каждого кружка, здесь уже по учебной программе мы смотрим. Например, на инструментальные кружки приходят дети с 6 лет, на танцевальное рисование и вокал берем с 3 лет. Ну, по возрастам смотрим по направлению. Вообще, для детей с особыми образовательными потребностями урок длится 35 минут. Для всех других детей у нас идет по программе 160 минут в неделю. То есть некоторые кружки занимаются 2 раза по 80 минут, некоторые кружки занимаются 3 раза. Например, 2 раза по часу, 3 урок 40 минут. То есть мы отрабатываем конкретное количество часов, которые должен отсидеть ребенок. Родители отмечают положительное влияние занятий на детей и в первую очередь это коммуникация. Дети привыкают друг к другу, общаются между собой. В первую очередь это коммуникация. Во-вторых, у нас, например, есть детки, которые приходят заиканием или которые вообще не разговаривают. Ну, знаете, проводя несколько уроков, даже может быть ребенок отсидит 3 недели молча, но на 4 неделе он запоет распевки и начинает какие-то звуки издавать. То есть здесь идет результат, вот за счет музыкального эффекта идет развитие звуковых качеств у ребенка. Поэтому я оцениваю эту работу, даже скажу, очень хорошо. Но мы стараемся. Родители благодарны. Родители благодарны, они не пропускают. Наши дети не пропускают никогда. Просто так, чтобы не прийти, такого не бывает у нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова